Я рад всех приветствовать в лектории Ассоциации Победителей Олимпиад. Сегодня мы будем говорить о современном Китае. И я рад, что Михаил Коростиков согласился принять участие. Не буду больше отнимать время. Михаил, передаю вам слово. Спасибо вам большое. Меня действительно зовут Михаил Коростиков. Я обозреватель газеты «Коммерсант». И я занимаюсь тем, что в газете «Коммерсант» отвечаю за Восточную Азию. То есть я пишу в основном про то, что происходит в Японии, Китае, Корее и в отношениях России с этими прекрасными странами. Ну, с двумя Кореями. И еще иногда с Юго-Восточной Азией. Там, правда, интересного российскому читателю происходит относительно немного. Собственно, меня сегодня попросили прочитать лекцию с таким очень широким названием «Китай. Политика, экономика, культура». Это, конечно, абсолютно непосильная задача, потому что Китай — это целая цивилизация. Для этого нужно всю жизнь рассказывать. Но, тем не менее, я постарался так компактно упаковать. Я очень часто читаю лекции минимум 2-3 раза в месяц в разных местах, начиная от каких-то университетов до библиотек. Правда, от библиотеки Некрасова первый раз, обычно библиотека Достоевского на Чистых прудах. Но на вас я сегодня буду обкатывать новый формат лекционный, который я решил сделать после того, как обнаружил, что на некоторых моих выступлениях некая часть людей, которые не так увлечены Китаем, как я, они в какой-то момент начинают тупить в телефон. Я этого не люблю, потому что я сам знаю, что когда люди тупят в телефон, это значит, что они находятся не там, где должны были быть. И я, видимо, что-то недорабатываю. Поэтому я решил несколько изменить формат, сделать его более легким и более, скажем так, удобоваримым для тех людей, которые непрофессионально занимаются Китаем, которые не погружены глубоко в тему. Но, тем не менее, хотя знать, как все это работает и вообще, что там происходит. Во-первых, поднимите, пожалуйста, руку, кто был в Китае. Вау! То есть где-то примерно половина. Поднимите руку, чья профессиональная жизнь так или иначе связана с Китаем. Вау! Это самый большой процент пока из всех лекций, которые я читал, если не считать студентов-китаистов. Я надеюсь, что, ну, конечно, если вы уже такие продвинутые ребята, то вам некоторые вещи, которые я говорю, возможно, уже известны. Но я постараюсь как можно делать мою презентацию как можно более живо и как можно более интересно для людей всех уровней знаний о Китае. Значит, базовое, я так понимаю, почему меня везде приглашают? Это потому, что мы с коллегами в Коммерсанте сделали проект очень хороший. У него нет никакого общего названия, но я его для себя так интерпретировал, что мы сделали три мультимедийных таких мультимедийных проекта отдельных, посвященных тому, как же вообще функционирует Китай. Потому что я, начав писать в Коммерсанте про Китай с 2015 года, обнаружил, что люди вообще ничего не знают про Китай. То есть для того, чтобы с кем-то там обсуждать химию, ты должен убедиться, что люди вообще представляют, что такое химия, что такое периодическая таблица элементов, что такое кислород в принципе, да? Тогда ты можешь это обсуждать. Чтобы обсуждать с людьми историю, нужно донести до них базовые какие-то понятия, что такое год, что такое король, царь и так далее. Для этого мы сделали несколько проектов, два, если быть точным. Первый называется «Силы поднебесные», вы можете найти все это в гугле, легко ищется. Второй называется, он посвящен системе власти в Китае, я на нем, из него небольшие выдержки покажу сегодня. Второй называется «От желтых морей до пустынного края», он посвящен тому, как управляется Китай на региональном уровне, что происходит на уровне провинции Китая. И третий сейчас вот выходит, он выйдет скорее всего под 9 мая приблизительно, это проект про армию Китая. То есть, условно говоря, если начнется завтра война между Россией и Китаем, кто кого победит? Ну или между Америкой и Китаем, как кому, в зависимости от ваших политических убеждений. На самом деле, конечно, проект глубокий, научный, такой просветительский, да просто мы решили с такой немножко хайповой стороны зайти, чтобы привлечь больше людей. Вот, соответственно, я сейчас разделю лекцию на три части. В первой части я кратко расскажу про некоторые базовые понятия, все равно полтора часа не хватит на то, чтобы рассказать о Китае полноценно, но я расскажу некие базовые понятия политики экономики и потом перейду к неким актуальным сюжетам китайским, часто таким довольно юмористическим, которые позволят вам понять вообще, чем живет страна, сделать вот такой, как немножко заглянуть за ширму и почувствовать как бы запах Китая. Кто был в Китае, знает, какой у Китая запах, но я надеюсь, этот будет немножко приятнее. Со ведущим у меня выступает вот этот розовый зверь, вы попозже поймете, почему. Итак, переходим. Основные понятия о системе власти в Китае. В процессе изучения я выработал такую формулу для себя, что лучше всего Китай описывается словосочетанием однопартийное бюрократическое децентрализованное государство. То есть что это такое? Китай — это государство, во-первых, однопартийное, там Китаем управляет коммунистическая партия, которая пришла к власти в результате победы в гражданской войне в 1949 году. Существует еще восемь так называемых малых демократических партий, но условием их существования является то, что они полностью признают верховенство Компартии. Соответственно, ни о каком политическом плюрализме речи идти не может. Парламент является аналогом советского парламента, там заседают 2500 человек почти. Это именитые столевары, доярки, представители национальных меньшинств, стахановцы. То есть роль этого парламента не принимать законы, а легитимизировать уже принятые Компартии решения. И, конечно, место в этом парламенте служит не для репрезентации неких взглядов, существующих в обществе, а для поощрения. То есть, условно говоря, например, в парламенте заседает великий китайский баскетболист Яумин. Очень высокий человек, ростом 2 метра 12, если не ошибаюсь, сантиметров. Вот он заседает в парламенте, его туда послали как яркого представителя китайского общества, ролевую модель, так сказать, для китайских спортсменов. Вот такими же ролевыми моделями укомплектован оставшийся китайский парламент. Во-вторых, Китай — это государство бюрократическое. То есть, как и любая другая государственная машина, он опирается на огромную армию чиновников, но в Китае эта армия чиновников особенно велика. То есть, так как нет практически никакого разделения на политическую власть и на административную власть, то количество чиновников особенно велико, и министерства существуют по любым поводам или какие-то агентства. То есть, их огромное количество. Наконец, Китай — это довольно сильно децентрализованное государство. У нас почему-то принято считать, что если в государстве социализм, если государство построено на социалистических принципах, то оно, наверное, сильно централизовано, как был централизован Советский Союз. На самом деле, нет. Китай, вот об этом как раз был проект «От желтых морей до пустынного края» — это сильно децентрализованное государство. Провинции Китая обладают очень сильной долей самостоятельности. То есть, на бумаге Китай — это государство унитарное, то есть центр управляет полностью регионами. Но по факту Китай — это государство федеративное. То есть, хотя как смотреть на понятие федеративное, но я вот так для себя определяю. То есть, у провинции есть очень большая степень автономии. Конечно, Пекин, то есть центральная власть контролирует назначение на пост главы провинции, но как только глава провинции назначен, он может творить в провинции абсолютно все, что угодно. Он может свои собственные налоги вводить, он может их отменять, он может какую угодно экономическую политику проводить, культурную, социальную, любую пенсию назначать. То есть, очень сильно все децентрализовано. И это отличает, кстати, Китай от России, например. Потому что в России все очень сильно… Мы на бумаге федерация, но по факту мы очень сильно централизованное унитарное государство. Вот такие небольшие перевертыши. Значит, власть существует на трех уровнях. Это опять же к проекту «Силы Поднебесные». Власть существует на официальном уровне, на полуофициальном и неофициальном уровне. Они сосуществуют одновременно и благодаря такой многоуровневой системе получается сохранять контроль над этой гигантской полуторамиллиардной страной. Официальный уровень состоит из двух ветвей, трех ветвей власти. Соответственно, вы знаете, что в государствах Западной Европы, Америки, в Америке, во многих государствах мира власть делится на исполнительную, законодательную и судебную. В Китае власть делится на партийную, государственную, военную. Это неофициальное деление. Это то, что мы с коллегами-китаистами вычислили путем наблюдений за тем, как реально функционирует государство. Потому что еще один важный момент, а, ну это я потом скажу, это третий уже пункт. Соответственно, официальный, полуофициальный, неофициальный. Что это такое? Официальный — это три ветви власти, государственная, партийная, военная. Партийные из них главные. То есть всегда в любом органе есть человек, который является бюрократом по такой-то линии и его дублирует такая же должность по партийной линии. То есть словно наверху эти должности сходятся в одном. Глава Китая — это генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин сейчас. Он же является председателем КНР, аналогом президента в России. Он же возглавляет Центральный военный совет, то есть высший орган военной власти. Ниже, там, на уровне, например, провинции Китая всегда есть губернатор, в России это первое лицо, и в большинстве сторон мира губернатор и его аналоги — это первое лицо. В Китае это второе лицо, потому что первое лицо — это глава партийного комитета провинции. Далее, значит, полуофициальный уровень — это так называемые малые руководящие группы, которые существуют во всех областях жизни, которые занимаются реальной выработкой решений по какой-то проблеме. Почему они существуют? В Китае очень сильная вертикальная структура власти и очень, как бы это сказать, закостеневшие что ли министерства. То есть, условно говоря, если директор, ну вот если в российские реалии брать, если директор департамента в министерстве экономики должен поговорить с директором департамента в министерстве финансов и что-то ему объяснить, то он не может напрямую ему позвонить, как в России, и что-то сказать. Он должен попросить об этом своего, значит, курирующего заместителя министра, тот должен попросить министра. Министр на своем уровне может связаться с министром, тот связывается с замминистром и тот только связан с директором департамента. И вот у них коммуникация идет вот по такой буквой П вместо того, чтобы идти параллельно. Для того, чтобы разрушить эту структуру, коммунисты создали так называемые малые руководящие группы. Это когда некий видный партийный деятель просто говорит, «Так, мне нужно решить какую-нибудь задачу, например, наша пенсионная система в кризисе. Мне нужен человек из Министерства социальной защиты, из Министерства труда, Министерства финансов, Министерства экономики. Вот ты, 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 ты. Вы все собираетесь и, невзирая на чины и звания, сидите и на равных обсуждаете. Почему на равных? Потому что передо мной лично, а я высокий некий партийный иерарх, например, член политбюро Компартии, вы никто вообще в принципе. То есть вы там между собой можете мериться своими пафосными титулами, но передо мной вы все никто, поэтому вы вот здесь вот сейчас наравне будете все это обсуждать. Очень хорошо работает. Ну и, наконец, неофициальный уровень. Это кланы, которые существуют в Китае. Они существуют испокон веков. Сначала они играли роль при императорских дворцах, сейчас их роль несколько упала, но тем не менее каждый китайский руководитель старается, когда он только занял пост, он старается подтягивать на должности либо тех людей, с которыми он вместе учился, работал, либо тех людей, которые родом из его родной провинции. В Китае традиционно вот со времен эпохи Дэн Сяопина, то есть с конца 70-х годов соперничали, или даже скорее с конца 80-х все-таки, потому что сначала там был некий такой период хаоса. С конца 80-х годов в Китае соперничают два, соперничали два клана. Это клан комсомольцев, то есть, да, пожалуйста, комсомольцев, то есть выходцев из системы китайского комсомола. Их лидером был бывший генеральный секретарь Ху Цзиньтао и так называемые эти шанхайцы. Их лидером был и является генеральный секретарь, бывший Цзян Цзэминь. Когда к власти пришел Цзиньпин в 2012 году, он резко взялся за уничтожение этих кланов, потому что, ну как бы, они, на его взгляд, создавали нездоровую ситуацию, компартия должна быть едина, а не делиться на кланы. В результате он очень сильно ослабил позиции этих двух кланов и привел группу людей, которых иногда называют его собственным кланом, так называемым джидзянским, потому что большинство из них из провинции джидзян. Но, на мой взгляд, это не, как бы, тут ключевая вещь не в том, что они джидзянцы, потому что там много выходцев из других провинций, а в том, что они максимально серые безликие аппаратчики, без собственных каких-то амбиций, которые, собственно, слушают и выполняют его волю и не высказывают каких-то собственных суждений. Почему это происходит, мы поговорим попозже. Далее, четвертый пункт. Отсутствие свободы слова, прав человека, гражданских свобод и так называемая социалистическая законность. Это не либеральная пропаганда, это практически слово в слово то, что говорил третий человек в Китае Убанго, выступая в 2010 году на как раз заседании китайского парламента. Он говорил, что в Китае никогда не будет прав человека, в Китае никогда не будет парламентской демократии, разделения властей, независимого суда, и после каждой фразы ему бурно аплодировали. Вот. То есть китайцы этим гордятся, они считают, что они построили, ну, имеется в виду руководящие органы Китая, они считают, что они построили систему более совершенную, чем западная демократия. Я не буду углубляться вообще сейчас вопросы, правда это или нет, но там действует так называемая социалистическая законность. Это означает, что, во-первых, компартия является выше, чем судебная власть, то есть, словно говоря, если принято какое-то решение, которое не устраивает компартию со стороны судебной власти, значит, компартия может его отменить. Более того, действует двойная как бы система законности. Одни законы для, вернее, не так, система подотчетности. Законы одни для всех, но есть еще дополнительный на членов компартии, которых в Китае 80 миллионов, примерно 90 миллионов человек из полутора миллиардов китайцев. Для них действуют дополнительные обязательства. То есть, условно говоря, если прокуратура Китая обнаруживает, что какой-то член партии нарушил закон, она не имеет права его арестовать. Вместо этого она сообщает специальный орган коммунистической партии, он называется Центральная комиссия по проверке дисциплины, который занимается этим партийцем. И только когда Центральная комиссия по проверке дисциплины Центрального комитета Компартии установит его вину, только тогда эта комиссия сдает его на поруки прокуратуре, и прокуратура уже запускает обычный уголовный процесс. Или Центральная комиссия по проверке дисциплины может выяснить, что он вообще-то ни в чем не виноват. И тогда прокуратура не имеет права его трогать. То есть такая довольно интересная система. Значит, децентрализация провинциальной системы управления, я уже немножко затронул этот вопрос. То есть, что это такое? Это означает, что внутри провинции чиновники абсолютно свободны в выборе курса. То есть у них есть некие целевые показатели довольно расплывчатые. Условно говоря, там провинция должна увеличить за год прирост валового внутреннего продукта на 6% или 5% или 10%, неважно. То есть как бы в рамках индикативного плана. В Китае планирование, каждые 5 лет принимается план, но он индикативный. То есть говорят, что надо сделать, но не говорят, как это надо сделать. И, соответственно, все провинции бросаются на перегонки придумывать, как достичь показателей. И в результате есть провинции, в которых низкие налоги. В Китае в целом низкие налоги, но есть где-то налоги ниже, где-то налоги выше, где-то хорошая пенсионная система, где-то ее практически нет. Где-то права работников хорошо защищены, где-то плохо защищены. Это, на самом деле, один из главных плюсов китайской модели. Она очень гибкая, она позволяет всем видеть, какая модель работает лучше, и другие провинции, соответственно, могут из нее учиться. Очень хорошо работает. Ну и, наконец, последний важный пункт именно про политику – это реидеологизация политики при Си Цзинпине. Китай в конце 70-х годов, когда Мао Цзэдун умер в 76-м году, после этого Мао Цзэдун оставил страну в состоянии полной разрухи. То есть, до этого 10 лет была культурная революция, был разрушен аппарат управления, не было никакой экономики, люди очень плохо жили, голодали, был полный хаос, анархия, по улицам ходили вооруженные банды. То есть, было все очень не очень. Значит, первые два года просто наводили порядок руководства, которое пришло к власти после Си Цзинпина. Потом к власти пришла группа лиц, из которых наиболее известный – это Дэн Си Алпин, но он просто как бы был фронтменом этой группы. На самом деле там была довольно большая группа лиц, примерно из 10 человек, из которых ключевыми были помимо Дэн Си Алпина, был, например, Чен Юнь, который ответственен за большую часть именно экономических реформ, которые проводились в Китае после Дэн Си Алпина. Они, вот эта вот группа лиц, они решили, что единоличная власть довела Китай до ручки, и поэтому необходимо провести ряд реформ. И начались те самые реформы Дэн Си Алпина, они называются так популярно, которые привели Китай к нынешней ситуации, когда это процветающая мощная государство, второе государство по экономической мощи после США. Один из важнейших пунктов этой программы был отказ от наиболее одиозных положений коммунистической идеологии, как потом исследователи установили, исходя из речей Дэн Си Алпина и всего остального, просто вот эта вот группа лиц, она просто плохо знала марксизм. И это их спасло на самом деле, потому что они как бы что делали? Они говорили какие-то вещи, которые на самом деле просто были здравым смыслом, и говорили, это марксизм. А так как никто в Китае маркса не читал, то как бы все говорят, ну ладно, наверное, это марксизм. Его знаменитое выражение, что неважно какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей, в Китае все думают, что это откуда-то из маркса. На самом деле это поговорка из его родной провинции. Или там марксизм — это практика критерий истины. Вот он тоже говорил, что это марксизм. На самом деле это не марксизм, это фраза, которую Мао Цзэдун сказал где-то в 30-х годах, когда еще был практически никем, был там одним из полевых командиров китайской армии. То есть люди просто либо плохо знали марксизм, мы уже не узнаем никогда, потому что они все умерли, либо сознательно, то есть подменили марксизм здравым смыслом, и все внезапно начало работать. То есть они просто распустили колхозы, запустили частное предпринимательство, ввели нормальную налоговую систему, распустили половину армии, она до сих пор продолжает сокращаться. То есть отменили большую часть вот этих вот именно экономических ограничений, которые были в Советском Союзе, в Китае, во всех социалистических государствах. Это дало невероятный толчок к росту экономики, но вот в какой-то момент пошла, естественно, невозможно было сохранять как бы экономическую, вернее, политическую рамку социализма, уничтожив экономическую рамку социализма. В какой-то момент начала рассыпаться и политическая рамка социализма. В чем она состоит, напомню, в том, что есть некая партия авангард, коммунистическая партия, которая лучше всех знает, что надо делать, поэтому никакой парламентской демократии недопустимо. Эта партия, значит, единственная, которая способна провести китайский народ к процветанию, и поэтому она должна контролировать все сферы жизни общества. То есть это так называемая система ленинского типа, ее Владимир Ленин придумал. Когда у вас есть партийный аппарат, государственный аппарат, они как бы срощены, и ты никогда не понимаешь, с кем ты разговариваешь. У человека чаще всего двойная роль. Он какую-то роль занимает в партийном аппарате, какую-то роль в государственном аппарате. Соответственно, когда отменили экономические основы марксизма, остались политические, которые тоже сами по себе постепенно развалились, потому что они как бы идут в связки, и невозможно их никак задействовать. Поэтому в Китае где-то с конца 80-х и по началу 2000-х вообще не было никакой идеологии, люди просто зарабатывали деньги. То есть была компартия, которая, вот эта вот система ленинского типа, ее базовые основы, они остались неизменными, но люди просто абсолютно не интересовались политикой, люди просто зарабатывали деньги, им было все равно, кто им управляет, до тех пор, пока экономика перла, все зарабатывали, покупали себе сумки Биркин, Ламборджини, выбирались из деревни, строили себе новые дома и так далее. Очень удобно, классно. Но проблема заключается в том, что в конце, в начале 2000-х годов эта система начала давать сбой, потому что там была вполне определенная экономическая модель, мы о ней позже поговорим. И пришел к власти в 2012 году генеральный секретарь Си Цзиньпин, который решил, что вообще-то замедление экономики у нас в том числе и потому, что общество потеряло свои нравственные основы. Общество забыло, что такое настоящий социализм, общество забыло, что такое коммунизм, общество вообще забыло, что у нас вообще-то социалистическое государство. Эту фразу никто не отменял. И он начал возвращать вот эту идеологию в жизнь. Но в 2012 году реанимировать марксизм в том виде, в котором он был в 70-х годах в Китае, уже было невозможно, потому что в него никто не верил. Ну то есть Маркс говорил, что нужно отменить, что капиталистов там нужно вешать, условно говоря. А с 99-го года капиталистов, то есть предприниматели, их не только не вешают, но еще и принимают в Компартию охотно. Что это за Компартия, в которой значительную долю составляют капиталисты? Тот вот глава Алибаба Джек Ма, он вот тоже член Компартии. Что это за социализм и коммунизм, в котором, собственно, у рабочих практически нет никаких гражданских прав. И вообще, если смотреть непредвзято на китайскую экономическую модель, то вообще многие люди говорят, что это турбокапитализм. То есть в стране настолько долгое время не было никаких социальных гарантий для рабочих, что на фоне Китая социалистическим выглядели даже Соединенные Штаты. Даже в Соединенных Штатах было больше гарантий для рабочих, больше участия рабочих в управлении предприятием. Вот. То есть возродить это было невозможно, но Си Цзиньпин – мужик упертый, поэтому он пошел по такому несколько извилистому пути. Он начал пробовать возродить вот эти все какую-то идеологию в Китае, пытаясь синкретически синтезировать разные течения уже существовавшие. Он возродил конфуцианство. Конфуцианство в коммунистическом Китае ненавидели. Мао Цзэдун ненавидел конфуцианство. То есть он считал, что конфуцианство – это символ феодальной осталости. Это, кстати, отчасти правда, на мой взгляд. Он начал возрождать конфуцианство. Он первый коммунистический лидер, который принял участие в отмечании дня рождения Конфуция в 16-м году, если не ошибаюсь. Он очень сильно присел на идею национализма. То есть не этнического национализма, а именно государственного национализма. У него вот его ключевая концепция на раннем этапе – это была так называемая китайская мечта – джунгл омон. То есть и он предполагал, что это мечта о сильном Китае. Потом правда выяснилось, что народ по нему начинает над этой концепцией издеваться, потому что мэн – это не только мечта, но еще и сон. То есть Китай как бы спит. И в общем никто им не занимается. Но вот эта вот концепция была такого начального этапа. Он всецело продвигает идеологию циангло, то есть это сильного государства. Что Китай – это великая держава, Китаю пора выйти из тени, Китаю пора играть активную роль на международной арене. Вот его проект – это один пояс, один путь, который очень сильно обсуждается во всех странах мира. Про него можно отдельную лекцию сделать. Ну в общем много таких вещей. То есть Си Цзиньпин действительно вернул в жизнь китайцев идеологию. Многие рады этому, многие этому не рады, но тем не менее довольно существенные изменения это принесло. Это вот как раз картинка из нашего проекта «Силы Поднебесной». Вам здесь ничего не видно, я это отлично понимаю. Поэтому вы можете зайти опять же в Google, набрать «Силы Поднебесной», зайти и все это увидеть поближе. Это я вот придумал такую как бы схему расположения китайских институтов власти согласно их номинальному и реальному весу. То есть там есть как бы положение кружочка на… Это все китайские институты разные, то есть правая ветка красная – это партийная, центральная – это государственная, вернее правая – это государственная, центральная – партийная, левая – зелененькая. Это военная, она всего из двух точек, и вторая достраивается. Вот сейчас как раз проект про армию будет про нее. И соответственно циферки там везде есть, циферка отображает реальный вес института, а кружочек отображает вес института номинальный, то есть положение кружочка относительно других. То есть условно говоря, для чего мы все это сделали? Чтобы показать, что номинально вообще-то по конституции китайской высшим органом власти государств является Всекитайское собрание народных представителей, тот самый парламент, который на самом деле абсолютно ничего не решает и просто собирается раз в год для того, чтобы скопом все инициативы оправдать, вернее принять, которые спущены сверху Компартии. Ни разу за всю историю Китайской народной республики не было случая, чтобы Всекитайское собрание народных представителей какое-то предложение Компартии отклонило. Ближайший к этому раз был, если не ошибаюсь, в 1991 году, когда треть членов собрания проголосовала против проекта строительства дамбы три ущелья. Дамба, естественно, все равно была построена, потому что две трети проголосовали за. По факту главный орган это Генсек, генеральный секретарь, который совмещает в себе три позиции и постоянный комитет политбюро, членом которого он является. В общем, посмотрите, там довольно подробно все описано. Про это можно долго просто рассказывать. Далее, основные вещи про экономику Китая. Во-первых, сосуществование государственного и частного секторов в экономике в соотношении 30 на 70, то есть 30 процентов Китая. Это сейчас государственный сектор, 70 процентов это частный сектор. Кто-нибудь знает, какое это соотношение сейчас в России? 50 на 50. 50 на 50 еще вариант. 70 на 30. В чью пользу? Государственные. Вот. Коллеги подкованные по единственным существующим на этот счет данным, которые я видел, это данные газеты ведомости, которые она собирала на основе открытых источников. Если не ошибаюсь, то ли 66, то ли 68 процентов у нас прямо или косвенно контролируется государством. Вот. При том, что мы формально страна капиталистическая, а Китай формально социалистическая. Но тем не менее в Китае частный сектор это 70 процентов, а у нас это 30 процентов. Вот. Это порождает разные вещи. То есть частный сектор в Китае действительно вносит основной вклад и в занятость, и в валовые внутренние продукты, в производство, и вообще во все абсолютно. Но государственный сектор обычно представлен сохранившимися с советских времен гигантскими заводами и крупными госкомпаниями. У нас с ними сравнимы по размеру только, наверное, на госкорпорации. Сейчас идет тренд на реформирование государственного сектора. То есть эти компании делают меньше, часть продают, часть сливают в одну большую компанию. Тем не менее их остается много и управляет ими организация со смешной аббревиатурой СОСАК. Это аналог нашего Росимущества, но с очень широкими полномочиями. То есть есть ряд секторов, которые частников не пускают. Это, соответственно, нефть, газ, телекоммуникации, энергетика, ядерная энергия, ну еще там ряд секторов, такие стратегические. То есть по сути то, что нынешняя экономическая модель Китая — это некий такой развитой НЭП. Если кто знает, помнит, что это такое. Это 20-е годы Советский Союз, начало 20-х, когда Ленин понял, что военный коммунизм провалился, он сказал, ладно, окей, государство будет сохранять командные высоты в экономике, то есть контролировать ключевые сектора, а все, что ниже, мы отдадим частникам. Вот в Китае именно это и происходит. Значит, большинство государственных предприятий чудовищно неэффективны, но в отличие от частных предприятий, они пользуются полной поддержкой государства по понятным причинам, им выдают дешевые кредиты, их всячески поддерживают на плаву. В результате им дают кредиты, они не могут их вернуть, у них накапливаются долги, эти долги уже такого размера, что могут в перспективе обрушить экономику, китайцы пытаются их реформировать, и Зинпин все время выходит и говорит, все, сейчас все госпредприятия распустим, приватизируем и ничего не делает. Ну, знакомая ситуация. Значит, второй пункт, это замедление темпов роста экономики, как я говорил, Китай с середины 80-х годов и до 2011-2012 года рос в среднем 10-11% в год, это самый длинный в истории рост экономики крупной страны такого рода. То есть за это время он, собственно, развился от нищей аграрной страны до второй экономики мира, и к 2020 году по паритету покупательной способности должен превзойти и США, по идее. С Россией, бывшим СССР, Китай сравнялся в 1991 году, с тех пор оторвался и ушел в космос. В 2012-2013 году производство замедлилось, рост экономики замедлился примерно до 6-7%, нам бы такое замедление. Почему? Просто в Китае была вполне определенная модель, которая базировалась на экспорте и инвестициях. То есть что это такое? Значит, экспорт. Вот есть какая-то американская компания, которая хочет дешево шить джинсы и продавать их в Китае. В Китае дешевая рабочая сила, высококвалифицированная, это очень важно. Соответственно, эта компания строит завод в Китае, там шьют джинсы по доллару за штуку, она их еще за 3 доллара переправляет за океан обратно в Америку. Вот у тебя себестоимость 4 доллара, ты продаешь их в магазине за 50, получаешь прибыль. Инвестиции. Так как все-таки в Китае налогов собирают государство, то есть довольно много налогов собирает, то оно активно тратило их на строительство инфраструктуры. ВВП очень лукавый показатель. Он не измеряет, хорошо ты потратил деньги или плохо ты потратил деньги. Хорошую ты вещь произвел или плохую ты вещь произвел. Он просто измеряет валовый объем производства и валовый объем вложенных денег. Условно говоря, если ты выкопал яму и тебе заплатили за это 10 долларов, то ВВП вырос. Если ты после этого эту же яму закопал и тебе заплатили еще 10 долларов, то ВВП еще раз вырос. По факту ничего не изменилось. Вот в Китае вот именно эта штука подвела, то есть к концу 2000-х годов в Китае уже все было построено. Все дороги, все электростанции, все мосты, абсолютно все было построено. Но народ настолько привык жить и повышать ВВП за счет вот этой системы строительства дорог, мостов, электростанций, что они стали строить мосты, дороги, электростанции в тех местах, где они не нужны. В результате они построили дороги, которые никуда не ведут, через пустыню Гоби. Они построили гигантское количество жилья, в котором никого не живет и жить не будет, скорее всего, в ближайшее время. Они построили огромное количество всяких лишних вещей. Строили они это на государственные кредиты. Так как никому это не нужно, никому они это не продали, то эти кредиты превратились в долги невозвратные. В результате сейчас одна из главных проблем Китая, если не главный, это гигантский внутренний долг, который непонятно как решать, потому что если его, я спрашивал, я не экономист сам, я спрашивал у экономистов, говорю, а что нельзя просто его списать? Просто сказать, что такого не было. Мне сказали, что я дурак, тогда все разрушится. Я не понял ничего, может, если кто экономист, объясните мне. Но факт тот, что действительно вот это все есть. Вторая проблема это перепроизводство. То есть Китай производил к 2015 году половину всего мирового цемента и половину всей мировой стали. То есть абсолютно все, что половина всей стали и цемента, которые производились в мире, производились в Китае. По многим показателям были абсолютно такие же цифры. То есть Китай действительно превратился уже даже не в мастерскую мира, а что-то абсурдное. Соответственно, это внезапно стало никому не надо, потому что после кризиса 2008-2009 года экономика мировая восстанавливается плохо, ее темпы упали и просто вот, и соответственно, и в Китае уже все построено, как мы говорили, в таких объемах все это не нужно. И вот это все перепроизводство, оно стало тянуть вниз. То есть эту сталь, цемент, чугун, бетон, я не знаю, вот это вот все, что производил Китай, просто стало некуда продавать. Соответственно, у них сейчас большая проблема. А закрыть это все просто невозможно, потому что тогда у тебя будут миллионы безработных. А Китай, в отличие от России, это государство, где народ просто обожает бунтовать. Это государство, в котором в 2008 году перестали, они называют вот эти бунты по разным вопросам, массовые инциденты, и они статистику массовых инцидентов, так называемых, перестали публиковать в 2008 году, потому что и к тому времени количество достигло, если я не ошибаюсь, 150 тысяч в год. Причем китайцы, они так бунтуют нормально абсолютно. Мой любимый случай, это 2009, по-моему, год. Город, близ город, нет, провинция Гуандун была, где местные предприниматели, какие-то предприниматели пришли в уезд и сказали, что хотят построить на территории уезда завод. Потому что на территории уезда там рядом была уже не какая-то шахта, они сказали, вот мы построим тут рядом завод, очень удобно, классно, будем туда возить ископаемые, перерабатывать. Для начальника уезда это просто манна небесная, потому что завод повысит ВВП уезда, повысит его экономику, вышестоящее начальство увидит, какой он классный, потому что в Китае все зависит от роста экономики, и повысить его. Он сказал, конечно, где хочешь строить завод. Он сказал, вот, на землях вон тех вот крестьян. Он говорит, незадача. Пришел к этим крестьянам, говорит, мы дадим вам компенсации. Крестьяне сказали, мы хотим такие, такие, такие компенсации. Он сказал, нет, извините, денег нет. Получите по три рубля каждую, идите восвоясь куда хотите. Крестьяне выразили свое несогласие. Значит, вот этот глава уезда послал к ним каких-то, к главарю как бы тех, кто начал протест каких-то бандитов. Они его сильно побили, а он был старенький и умер. В результате на следующий день офис этого джентльмена окружила толпа примерно в 20 тысяч человек. Они сожгли все машины, которые стояли вокруг офиса, ворвались в офис, выкинули его из окна. Он погиб, естественно. Значит, после чего, если я не ошибаюсь, они в районе двух месяцев просто взяли контроль над городом в свои руки. Причем у меня, в Википедии эта история есть, меня больше всего веселит в этой истории то, что они управляли городом не из бывшего здания, где сидел тот мужик, который проблемам доставил, из храма богини моря Мадзу. То есть как бы здесь уже некие такие легендарно-мифические мотивы. Потом к ним прислали переговорщика из провинциального руководства, тот с ними договорился, что никакого завода не будет, все чиновники там на местах были разжалованы, но это некий такой хороший кейс, плюс это 2009 год, вегетарианские времена. Сейчас бы, я думаю, просто прислали бы, как в некоторых других странах, пять автобусов ОМОНа, всех бы избили, и на этом бы все закончилось, и завод бы стоял, где стоял, и крестьяне бы пошли по миру. Но тогда времена реально при Худзиньтау были вегетарианские, и поэтому все остались друг другом довольны, и вот тот главарь вот этих бунтовщиков, который пришел на смену тому, которого избили, он был еще и руководителем, собственно говоря, вот этого уезда небольшого. Вот, то есть, к чему я это начал, я уже не помню. В общем, перепроизводство в Китае. Ловушка среднего уровня доходов. Ну, как бы экономисты знают, что это такое. То есть, у развивающихся государств сначала есть хорошие преимущества в виде дешевой рабочей силы. Люди ничего не знают, не умеют, но могут быстро шить джинсы и собирать айфоны. В процессе как бы люди приобретают некоторые навыки, стоимость труда растет. Но при этом никаких собственных производств, то есть все понимают принцип цепочки добавленной стоимости. То есть, чтобы собрать айфон, у вас есть там несколько десятков этапов. Сначала надо добыть руду, выплавить пластик, все это спаять в одни микросхемы, сделать другие микросхемы, сделать там линзы, сделать экран. Это все делается в разных местах. Потом все это едет на завод, это все собирается. Плюс есть еще дизайн, есть разработка программного обеспечения. Это все разные как бы этапы, цепочки добавленной стоимости. Внизу это добыча природных ресурсов и сборка. Это дешевле всего. Наверху это дизайн и производство программного обеспечения. Это дороже всего. Соответственно, в США у нас дизайн и разработка программного обеспечения, в Китае у нас сборка и добыча части полезных ископаемых. В результате в стоимости айфона 70% идет в Калифорнию, 2% остается в Китае. Что такое ловушка среднего уровня дохода, когда твоя рабочая сила уже слишком квалифицирована, чтобы собирать айфоны, но своих дизайнеров у тебя еще нет. То есть ты как бы недостаточно хорош, чтобы быть на верхнем этаже этой цепочки, но уже и недостаточно плох, чтобы быть на нижнем этаже. В результате ты как бы застреваешь посередине вот в этом чистилище и ни туда, ни сюда. Производство переезжает в страны, где люди все еще плохо квалифицированные и трудолюбивые, в Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Таиланд, Камбоджи и так далее. Дизайн остается в Соединенных Штатах, и ты сидишь грустненький. Китай для этого развивает собственные бренды, Huawei, Xiaomi, Meizu, вот это вот все, что вы знаете. Получается хорошо, но могло бы быть лучше. Далее. Ну вот, соответственно, страна в процессе транзита, соответственно, помимо прочего, они пытаются перейти от модели, зависящие от экспорта и инвестиций, к модели, основанной на инновациях, это вот то, что я сказал, то есть свои какие-то продукты производить, свои дизайнеровские решения, и внутреннем потреблении. То есть сейчас у них основная масса идет на экспорт продукции, а надо, чтобы ее потребляли люди внутри страны. А для того, чтобы ее потребляли люди внутри страны, у людей должны быть деньги. Зарплаты там уже есть, относительно нормальные. Про зарплату мы чуть позже поговорим, но проблема ключевая в том, что в Китае очень плохо со социальными гарантиями. Медицина практически вся платная, образование все абсолютно платное, пенсии есть, но не для всех, примерно для 70% населения, и они очень сильно варьируются. То есть там пенсионная система ближе к американской, чем к нашей. То есть за тебя в основном платит работодатель пенсию тебе. И какие-то частные пенсионные фонды, которые очень сильно разнятся. Крестьяне пенсии не получают, потому что у них нет работодателя, они работают сами на себя. Соответственно, люди для того, чтобы докопить на черный день, на образование, медицину, пенсию, они очень много денег откладывают. То есть те деньги, на которые они могли бы покупать собственно китайские продукты, они их откладывают на черный день. Соответственно, чтобы они их прекратили откладывать на черный день и начали покупать телефоны Huawei, Xiaomi и так далее, сами свои собственные телефоны, для этого нужно создать бесплатное образование, бесплатную медицину, страховое пенсионное обеспечение и так далее. Китай сейчас над этим активно работает, но для этого нужно увеличивать налоги. Как только ты пытаешься увеличивать налоги, предприниматели говорят тебе, у нас и так стоимость рабочей силы растет, мы и так в ловушке среднего уровня дохода, ты нам еще хочешь больше повысить затраты на производство. Ты сумасшедший, что ли? В Китае принято слушать предпринимателей, поэтому у них полный сейчас соцвагн, то есть ножницы, которые они пока не придумали, как решать. Это не только их проблема, она во многих странах. Низкие налоги на малый и средний бизнес, низкие, но растущие соцсочисления. То есть то, что я говорил. В Китае вообще нет налогов на зарплату по российским меркам ниже 50 тысяч рублей. Считается, что если ты зарабатываешь ниже 50 тысяч рублей, ты нищий, налоги с тебя брать не надо в месяц. Значит, ну, как бы я считаю это вполне справедливо. Значит, малый бизнес, который там до довольно высокого, по-моему, до порога 100 миллионов юаней в год, это до миллиарда рублей, там у него какой-то фиксированный налог, крошечный абсолютно. То есть основная часть налогов собирается с крупных средних предприятий, даже, я бы сказал, с крупных. И это все равно позволяет довольно неплохо упаковывать страну. Программа сделана в Китае 2025. Это как раз программа по созданию неких верхних этажей вот этой цепочки добавленной стоимости, дизайнерских всяких элементов в Китае к 2025 году. Она работает довольно неплохо, она работает настолько неплохо, что из-за нее Дональд Трамп начал с Китаем торговую войну. Я поговорю об этом чуть позже, опять же. Ну и, наконец-то, потребительский бум. Китайцы обожают покупать, у них главное развлечение шоппинг, они вообще, ну это мое личное субъективное мнение, они намного больше увлечены потребительской культурой, чем вот той культурой, которую мы привыкли ассоцировать с Китаем. То есть там конфуции, каллиграфия, что там, дао-де-дзин, вот это вот все. Они больше всего любят покупать. Средняя зарплата в городе около 1000 долларов. Какая средняя зарплата в России, кто знает? Тридцать пять тысяч. Тридцать девять. Ну, где-то вот в этом, в этом районе. То есть, для тех, кто все еще думает, что Китай беднее России. Зарплата средняя в Китае намного выше, чем в России, в городах. Значит, если говорить не по городам, а по среднему по стране, то это где-то 800-900 долларов. В промышленности она превысила российскую в 2016 году. То есть Китай сейчас это государство более богатое, чем Россия. Хотя по душевой ВВП из-за большого населения он все еще ниже значительно. Вот. Собственно, это все из таких базовых вещей. Я не думаю, что есть смысл рассусоливать дольше. А теперь вот моя экспериментальная часть, где я на примере всяких историй буду показывать вообще какие-то важные процессы. Во-первых, торговая война США и Китая. Это сейчас определяющая некая такая вещь в Китае, которая очень многие другие вещи затрагивает. Например, с чего она началась? К власти пришел в 2016 году в Китае Дональд Трамп и увидел интересную штуку, что вообще-то у Китая и США огромный торговый дефицит. То есть Китай продает в США торговый оборот 600 миллионов долларов, миллиардов долларов, самый большой в мире торговый оборот. Из них Китай покупает в Соединенных Штатах на 150 миллиардов долларов, а продает в Соединенных Штатах на 450 миллиардов долларов. Соответственно, кто понимает в торговле, понимает, что вот этот вот разрыв в 400 миллиардов долларов, 450 миллиардов долларов, его надо чем-то закрывать. Соответственно, закрывать его можно только одним, выпуская долговые бумаги американские, то есть наращивая американский внутренний долг. Его это не устроило. И он начал ту самую торговую войну, то есть сказал, что китайцы подлые люди, они вступили во всемирную торговую организацию, обещали, что у них будет либеральная экономика, а на самом деле они ее очень сильно субсидируют, то есть делают свои товары искусственно дешевле, а наши искусственно дороже. И объявил, что вводит тарифы, потом у него список претензий нарастал, в частности, вот его главная претензия сейчас, это уже даже не столько разрыв в торговле, сколько вот эта программа 2025, 2025, потому что он говорит, вот сейчас у нас, значит, есть там айфоны, там, что у них там еще есть, я не знаю, компания AT&T, которая телекоммуникационный провайдер в промышленности, у нас хорошие технологии, китайцы эти технологии воруют, потому что вот у них есть план 2025, сделан в Китае 2025, где вот сказано, любыми усилиями, любыми вообще способами, к 2025 году нам нужно выйти и сравняться с США вот в количестве вот этих вот верхних этажей в цепочке добавленной стоимости. И вот там приводятся примеры, как китайские инженеры, китайские хакеры яростно воруют американские торговые секреты. И он сказал, что не бывайте этому, пока вот вы это делаете, мы будем вводить против вас загородительные торговые пошлины, мы будем вас всячески принижать и гнобить ваших инженеров, студентов, не будем ваших студентов в вузы принимать, будем на вас смотреть, как на шпионов на всех и так далее. Вот. Сейчас у них ведутся переговоры, последний раунд был позавчера, они пытаются выработать какой-то компромисс. Не знаю, у кого у них там компромисс будет, то есть китайцы уже давно сказали, что не согласны увеличить резко закупки американского продовольствия и вообще американской продукции, но там уже проблема в том, что претензии американцев этим не ограничиваются. Они хотят, чтобы Китай фактически позволил им установить наблюдателей во все крупные китайские технологические компании, чтобы как бы американцы видели, что Китай, сидя внутри китайской компании, что китайцы не воруют американские технологии. Это абсолютно колониальное требование, то есть, ну, непонятно, какая страна может на это согласиться, но возможно, китайцы нас удивят, потому что есть такое распространенное мнение, что для китайцев самое страшное это потерять лицо, это неправда. Китайцы теряют лицо на вот такой большой политике много, охотно и с удовольствием. То есть, если им надо уступить, они умеют уступать, они умеют унижаться, они умеют просить, то есть, они очень гибкие в этом плане. Мне кажется, этого нам вот немного не хватает, конечно, умение уступать и умение как бы видеть большую цель за каскадом маленьких целей. Далее еще один очень интересный сюжет, который мне нравится, это обрушение байк-шеринговых компаний. Это сейчас, это вот как бы все, что я составил, это актуальные новости последнего квартала в Китае, вот о чем говорит вообще Китай. Первое – торговая война, второе – это обрушение байк-шеринговых компаний, это довольно много говорит о том, как вообще сейчас живет Китай. В Китае в начале прошлого года выстрелили несколько вот этих самых байк-шеринговых компаний, то есть компаний, которые предоставляют велосипеды на прокат. так как Китай – это общество глубоко информатизированное, то есть там у каждого человека есть мобильник, в этом мобильнике у каждого человека есть ряд программ, которые нам показались бы совершенно космическими. В частности, большинство китайцев уже давно не пользуются наличными деньгами и даже карточкой банковской не пользуются. Они платят через специальные приложения WeChat и Alipay, которые, это виртуальные кошельки, которые привязаны к их соцсетям. То есть у них, когда ты заходишь в магазин, на прилавке у продавца QR-код нарисован, и он, значит, ты сканируешь, берешь продукт, ты сканируешь этот QR-код на прилавке, продавец у себя там на компьютере набирает цифры, нажимает Enter, все, у тебя деньги специально ушли. Значит, благодаря этой системе стал возможен рост вот этих байк-шеринговых компаний, когда внезапно сразу ряд возник крупных проектов по аренде этих велосипедов, и они сразу начали соревноваться друг с другом по демпингу цены. То есть они сразу стали демпинговать очень жестко. В результате получилось так, что залог был около, ну, примерно 40 долларов за, то есть ты один раз платил, да, и все, и ты после этого пользуешься этими велосипедами. И после этого ты за час, за каждое пользование этим велосипедам платил один юань, один юань это 10 рублей, 10 рублей в час. При этом, в отличие в России, как бы эти велосипеды, они прикреплены к станциям, а в Китае можно было бросать их где угодно. То есть это был некий следующий шаг. В результате люди бросали где угодно. В результате на ключевых, там, возле всяких зданий и учреждений стали образовываться гигантские горы этих велосипедов абсурдные. Более того, так как все видели, что это некое прибыльное дело, со стороны оно выглядело прибыльным первое время, начали как грибы появляться эти компании, у всех были свои велосипеды, они были разного цвета, там, две крупнейшие компании, это Офу и Мобайк, но были еще десятки других, они все заполонили этими велосипедами, Пекин стал похож на какую-то фабрику по производству велосипедов. В результате, в какой-то момент, когда правительство увидело, что это выходит из-под контроля, кто-нибудь смотрел вот этот диснеевский мультик с 49-го года, когда Микки Маус рубит метлы, а эти метлы превращаются в новые метлы и маршируют под музыку Чайковского и все больше этих метел, он уже не знает, в общем, что делать с ними. Вот такая же абсолютно ситуация. То есть в какой-то момент, в конце 18-го, начале 19-го года эти компании начали с оглушительным грохотом банкротиться. Выяснилось, что никакой чудесной экономической модели они не нашли, это все просто было пережигание денег инвесторов. Велосипед один стоил в среднем 200 долларов и при аренде 1 юань в час это никогда не могло окупиться, ни при каких условиях. То есть они жгли бабки в надежде на то, что сейчас они демпингом выжмут всех конкурентов из отрасли, после чего наконец-то смогут поднять цену. Выяснилось, что это вообще не так, конкуренты из отрасли упорно не уходили, потому что было несколько конкурирующих инвесторов, которые готовы были рискнуть и они, в общем, сделали полный хаос и в результате теперь там размером с небоскреба эти горы велосипедов. Компании две трети уже обанкротилась, депозиты людей сгорели, потому что эти депозиты как бы тоже в новые велосипеды вкладывались вместо того, чтобы храниться на отдельном счете. В общем, это вот один из таких ярких кейсов, который демонстрирует как бы менталитет современного китайского турбокапитализма. То есть это люди, которые готовы рисковать, готовы демпингом брать и периодически это заканчивается все очень плохо. В начале 2019 года была также запущена навигационная система Beidou, северная звезда, или как-то так оно называется, да, Beidou, северная звезда переводится. Собственно, это аналог нашей системы GLONASS и американского GPS. Почему это важно? Потому что только три страны в мире имеют эту систему, это Россия, США и Китай. У Европы есть собственная система Galileo, она в процессе становления. Вот внизу график, то есть самое правое это GPS, у них сейчас 32 спутника на орбите, второе справа это GLONASS, у нее 26 спутников на орбите, третье это Galileo, у нее сейчас около где-то 16 спутников, но будет 30 к 2020 году, и у китайской Beidou будет к 35 году, к 20-му году 35 спутников, она будет самая крупная, даже крупнее, чем GPS. Почему это важно? Потому что, во-первых, это демонстрирует высочайший технический уровень, которого достиг Китай, потому что спутниковая группировка полноценная с геолокацией, это одна из самых сложных вещей, которые есть. Долгое время только американцы могли себе позволить. Во-вторых, потому что это имеет важное военное значение, то есть для того, чтобы наводить точно высокоточные ракеты, ядерное оружие, для того, чтобы управлять войной в современных информационных условиях, тебе необходима такая штука. И, конечно, у нее двойное значение, военное и мирное. И третье, почему это важно, потому что Beidou и GLONASS заключили соглашение, что у нас эти системы взаимнооперабельны, и, соответственно, мы сотрудничаем по этому направлению. Это одно из наших таких наиболее высокотехнологичных направлений сотрудничества. То есть это действительно что-то, о чем стоит поговорить. Далее, опять возвращаясь к более такой узкоэкономической тематике, сейчас в Китае в начале 2018 года, то есть год назад фактически, появился стартап, который назывался Lock-in Coffee, который сейчас активно уничтожает Starbucks. Это копия Starbucks, которая соревнуется с ним абсолютно по всем характеристикам. Качество кофе, мне кажется, несколько похуже, но они ведут очень агрессивный маркетинг. И вот вы видите там на графике, если в 2018 году они открыли около 2000 кофеен за год, то есть у Starbucks на то, чтобы открыть сопоставимое число кофеен ушло раз, два, три, четыре, пять, шесть лет. Они за год открыли 2000 кофеен, в 2019 году они собираются открыть 4500 кофеен и за два года перегнать Starbucks на территории Китая. Соответственно, за счет чего они как бы выживают? Во-первых, они принципиально не работают с кэшем. Starbucks старомодная компания, там в основном за кэш, даже в Китае. У этих вообще нет даже автомата для приема денег. У них есть вот эти вот QR-коды, ты сразу платишь очень быстро. У них очень удобное приложение, в котором ты можешь заказать кофе в любой точке. То есть ты сидишь у себя в офисе, нажимаешь «хочу кофе» и из ближайшего пункта Lock-in тебе привозят моментально стаканчик. У них разветвленная система доставки, которая бесплатна, и при всем при этом у них у Starbucks средняя порция в Китае 4,5 доллара, у Lock-in 3,5 доллара. Но, опять же, то, что я говорил на примере Opho и Mobike, то есть байк-шеринговых компаний, в Starbucks прибыль за 2018 финансовый год 232 миллиона долларов Starbucks и минус 132 миллиона долларов Lock-in. То есть вы понимаете, да? Это люди, которые просто жгут бабки. Это как бы тоже стратегия, но только если в какой-то момент ты перестаешь это делать и начинаешь как бы нормально уже оперировать на самоокупаемости. Проблема в том, что в Китае ты должен как бы поймать этот момент, когда нужно прекратить жечь деньги и перейти к самоокупаемости. Дальше. Это мой любимый сюжет, и тут вступает в дело мой соавтор. У кого есть дети, знают, что это свинка Пепа. Это, правда, не сама свинка Пепа, а какой-то из ее друзей, как мне сказали. Или член ее семьи, я не знаю, ни разу не смотрел сам. Но в Китае со свинкой Пепой творится что-то совершенно невероятное. Кто не знает, это британский мультик, очень популярный для совсем маленьких детей дошкольников, типа Маши и Медведя. И в Китае по какой-то абсолютно необъяснимой причине, я пока не нашел убедительного объяснения, почему-то свинка Пепа стала, во-первых, очень популярной к началу 18-го года. В середине 18-го года ее запретили за то, что она пропагандирует насилие и гангстерскую культуру. То есть, я говорю опять, для меня загадка, почему так, но в Китае есть так называемый шэхойжэнь, это можно перевести как люди общества. То есть, это некие такие полукриминальные структуры, которые оперируют на грани закона и которые самим своим существованием и поведением отрицают государство. Так вот, суровые гангстеры и мафиози начали бахать себе татухи с свинкой Пепой. Нет, шутки шутками, я сейчас покажу просто. И это стало очень большой, вот такого рода татуировки стали делать люди. И свинка Пепа стала символом, сейчас, это более традиционное, свинка Пепа стала символом противостояния с государством. Вот, тут молодежь активно, активно значит, этим занимается. И вот народ задается, вот на всю спину себе бахают татуировку свинки Пепа. Это не шутка, это действительно так. Вот так вот на руках люди себе татуируют. И вот, ну это уже такие. Вот, то есть, по сути, каким-то образом вот эта свинья стала символом неповиновения государству. Естественно, ее быстро запретили. Собственно, полгода компания вела переговоры, причем китайцы, надо понимать, у них система цензуры очень жесткая, естественно, не допускается никакая критика Компартии, никакая критика существующего строя. Более того, государство считает себя обязанным, считает себя обязанным как бы вмешиваться в жизнь общества, указывать обществу, как надо жить, как не надо жить. И вот они сказали, что свинка Пепа – это дегенеративное некое проявление, раз оно провоцирует. Полгода компания вела переговоры с китайскими властями, и вот в конце, в начале 19-го года свинью это обратно пустили на китайский рынок. И по этому поводу компания-дистрибьютор сняла совершенно потрясающий ролик, который я предложил бы вам посмотреть. Кратко я опишу, чтобы было понятно, что вообще происходит. Китайский Новый Год, так называемый, то есть этот шхунди, это праздник весны. И в праздник весны предполагается, что вся семья приезжает к самому старому родственнику. В данном случае это вот папа. Папа – отец семейства. И этот папа, он пожилой человек, он живет в глухой китайской деревне, а его семья, она живет в городе. Это популярная, значит, вещь, которая тоже, кстати, одна из важнейших китайских проблем, то что брошенные старики вот в этих деревнях, очевидно, по пейзажам он живет где-то на северо-востоке китай. Это вообще не подарок, мягко говоря, там климат примерно как в Сибири в российской. Ну, чуть потеплее, но в принципе сопоставим. Соответственно, это люди, как правило, довольно бедные. И вот он хочет сделать подарок своему внуку, по всей видимости, который совсем маленький, который попросил у него подарок свинку Пепу. Вот этот дед, которому... Когда вы приедете, типа? А, со дня на день. Где твоя мама? Это он, видимо, с нуком вот этим маленьким разговаривал. Когда вы, ребята, приедете? Не знаешь? Скажи мне, какой подарок ты хочешь, внук? Я тебе обязательно сделаю. Свинку Пепу? Что такое свинка Пепа? Я не слышу тебя, внук. Ну, то есть это явно какая-то вот прям совсем горы какие-то страшная какая-то деревня. И вот дед не знает, что такое свинка Пепа. Где антенна? То есть он роняет телефон, у него отваливается антенна. То есть это какой-то совершенно средневековый телефон. Он открывает словарь, начинает искать, что это за свинка. Перец есть. Эй, ребята, хотел бы спросить вас, вы знаете, что такое Пепа? Не хотим тебе говорить. Сейчас открывается новая вышка, которая позволит вам делать объявления по всему городу. То есть от них деревни установили вот такую вот радиовышку. И каждый может типа использовать. И вот первая трансляция. С вами говорит ваш сосед Льюи Бао. У меня вопрос. Кто-нибудь знает, что такое свинка Пепа? А, вот Пепа. Знаешь, вот этот отстой. Ты вообще в своем уме? Моему внуку три года. Он точно на это не смотрит. Это, видимо, какая-то девушка, которая взяла себе псевдоним. Он говорит, купи себе телефон нормальный с ЖК-дисплеем и сам ищи. Этот приходит покупать телефон с ЖК-дисплеем. Это какая-то местная копия десятого айфона. В сельмаге, жутко. Хочешь купить смартфон? Не, спасибо. А, есть вот кондиционер, который называется Пепа. А тебя зовут Пепа? Да, мои родители меня так назвали. Меня зовут Пепа Джан. А тут он говорит, что, типа, вот этот мужик говорит, что знает, что такое Пхэйти, то есть Пепа по-китайски. Пхэйти — это одно из названий китайских шахмат. Дед понимает, что явно что-то не то. Это музыка из «Свинки Пепа» играет. Вот, он бухает с какими-то своими друзьями и говорит, один из них говорит, я знаю, что такое «Свинка Пепа». Моя дочка женилась на мужике из города и работает в городе бэйбиситером, ну, нянькой. А, и вот она, типа, знает, пойди, спроси у нее. Вот он пытается до этой женщины достучать. Ему с той стороны орут, ты сумасшедший, сейчас ночь. Твоя жена дома? Я слышал, что она некоторое время была в Пекине. Я хотел бы спросить ее, что такое «Свинка Пепа». Что такое Пепа? Это свинья. Какая свинья? Он старый сумасшедший дурак. Просто скажи ему, что это красная свинья. Это маленькая красная свинья. Дед собрался красить свинью. Я не могу покрасить свинью. Но она должна быть красной. Почему она не может быть черной или любого другого цвета? Конечно, ты не можешь покрасить свинью. Пепа – это не настоящая свинья, это мультик. Какой мультик? Как она выглядит? Да примерно вот так. Вот так похоже? Нет. Она такая круглая, и у нее вот такой нос. Это звук петард получился, символ вот этого китайского Нового Года. То есть это дед просыпается в китайский Новый Год у себя в доме, где-то в деревне. Вот. Это смотрит, как к его родственникам приезжают, к его друзьям приезжают родственники тоже на праздник. Вот он готовится к Новому Году, ждут, что сейчас к нему приедут родные. О, антенну нашу. Сын, когда ты все-таки приедешь? Как ты не приедешь? Сын, когда ты все-таки приедешь? Дед, в общем, понял, что сын не приедет, дико расстроился. Играет грустная музыка. Все его усилия были напрасны. Сын, когда ты все-таки приедешься, все-таки не приедешь. Играет грустная музыка. ГОВОРИТ ПЕСНОК Играет грустная музыка. Играет грустная музыка. Папа! Я думал, ты не приедешь. Я не приеду, я хочу, чтобы ты с нами в городе Новый год обметь. Я не пойду, почему ты мне раньше не сказал? Да я не мог тебе дозвониться. Дай я тебе новый телефон куплю. Не хочу, он очень дорогой. Давай в машине поговорим. Мне нужно кое-что из дома забрать. Вот, он все-таки забрал вот это все из дома и приехал в город, в городскую квартиру. Вот, он говорит, я вам привез сушеных орехов, сушеных грибов. Ну, что там из деревни обычно привез. А вот это для моего внука. Что, полбей? То есть это компания, которая эту свинку Пеппу администрирует в Китае, которая эксклюзивные права на ее трансляцию имеет, это она вот сделала такую рекламу, чтобы отметить. О, это вот звонит своему другу, типа, я нашел эту свинку. Да я тоже ее нашел. Я теперь на рентонгио поставил. Я все время смотрю свинку Пеппу, и все ее семья тоже свиньи. Свинка Пеппа сделала триумфальное возвращение. Будем надеяться, что больше она не будет ассоциироваться с гангстерами, и китайские дети смогут ее смотреть. Более депрессивные сюжеты. Может, до вас доносилось, что китайцы внезапно занялись проблемой собственных мусульман. В Китае, надо сказать, 95% населения – это ханьцы, титульная национальность. Но 5% – это различные мусульмане, в основном, из которых процента 4 проживают в Синьцзян-Угурском автономном районе на северо-западе Китая. И примерно с середины 2017 года они стали куда-то пропадать. Люди из Синьцзян-Угурского автономного района стали пропадать. Иностранные СМИ пытались выяснить, куда пропадают люди, потому что туда въезд никто не закрывал, территория открыта, туда можно заехать, и видишь, что половина домов заколоченные стоят. И выяснили, что Китай внезапно начал отправлять мусульман в так называемые лагеря перевоспитания. Первый год Китай вообще отрицал существование, потом сказал, да, есть, но мы пакуем туда людей, которые никак не могут найти свое место в обществе, криминальных элементов и всех остальных. Поэтому это никакие не тюрьмы, это лагеря перевоспитания. Там людей учат китайскому языку, китайской культуре, китайскому законодательству и дают профессию, чтобы они могли найти свое место в обществе. Дальше мы вступаем на некую такую очень расплывчатую территорию. То есть те люди, которые вырвались из этих лагерей, говорят, что это просто тупо концлагеря, где людей бьют, заставляют славить Си Цзинпина, учить, собственно, устав Компартии, распевать революционные песни. Надо понимать, что мусульмане синьцзянские, они довольно независимы всегда были, у них свой язык, своя культура, они довольно мало отношения имеют к остальному населению Китая. Территория, собственно, Синьцзян, значит, новая граница. Эта территория добавилась к Китаю только в конце 18 века. И у них был свой уклад, и они особо с Компартией не контактировали, но у них был определенный отток в террористические группировки, в ИГИЛ, в частности, в Сирию они ехали воевать. И они совершали нападение на китайских полицейских, там было довольно сильное движение за отделение Синьцзяна от основного Китая. Китайское правительство ответило на это довольно радикально, оно упаковал в эти лагеря перевоспитания где-то от одного до полутора миллионов человек по разным оценкам. Но это оценки не каких-то там американских журналистов, это оценки независимой комиссии ООН по предотвращению расовой и религиозной и иных форм дискриминации. Доклад вышел в августе 2018 года, там была оценка миллион человек, вот я видел оценку за февраль, полтора миллиона человек. То есть, людей просто, ну это отдельно на самом деле очень большая тема, вы можете ознакомиться, была на сайте московского центра Карнеги очень хорошая статья про большого брата, как в Китае используют новые технологии слежки. Синьцзян превращен в такой огромный полигон испытательный для новейших технологий слежки. У людей дистанционно считывают мобильные телефоны, чтобы там не было какого-то запрещенного контента. У них проверяют паспорт-пап по 20 раз на дню, там невозможно купить нож ни один. То есть, все ножи можно только заказать заранее, тебе их привезут. И если, например, они где-то в ресторанах, ножи нужны для разделки, то их приковывают к стенке цепями. Потому что огромное количество нападений террористических в Синьцзяне происходило как раз с помощью ножей. То есть, здесь возникает большой вопрос, ну понятно, что есть террористическая угроза и с ней надо бороться, но упаковывать полтора миллиона человек без их согласия в какие-то лагеря, где лагерного типа условий, если вы верите тем людям, которые там были, оправдан ли это? Эта ситуация сейчас очень сильно подрывает международный имидж Китая, потому что вот этот проект «Один пояс, один путь», о котором вы все наверняка слышали, он в основном рассчитан на государство Юго-Восточной Азии. И там очень много мусульманского населения, там находится Индонезия, самая большая мусульманская страна в мире, Малайзия и ряд еще мусульманских государств. И вот как бы с одной стороны мы говорим мусульманам на юге от Китая, что мы хотим вас облагодетельствовать, а мусульман в самом Китае мы пакуем в эти лагеря. То есть, это большой вопрос. Как бы, что китайцы будут с этим делать? Я, если честно, не очень понимаю, зачем они это делают, потому что плюсов я не вижу. Очевидно, что человек, которого били палкой и заставляли говорить, что он очень любит Си Цзиньпина, если его когда-то выпустят из этого лагеря, на самом деле, если он до этого не хотел пойти к террористам, то, вероятно, что он к ним пойдет все-таки, мне кажется, растет. То есть, до этого у них было там 0,01% террористов, они рискуют получить процентов 10 вообще региона. Ну, сложный вопрос. Вся страна учит сильную так называемую программу Си Цзиньпина. Это игра слов такая «изучай сильное государство» переводится, или Си Цзиньпина, то есть второй иероглиф Си, это как бы первый иероглиф в имени Си Цзиньпина. То есть, получается как бы игра слов «изучай сильное государство Си Цзиньпина». Это опять очередная как бы вот такая программа, направленная на то, чтобы идеологически обучить китайское население. Она в топе занимает первое место сейчас. Почему? Потому что всех членов партии обязали ее установить и каждый день читать. Там ты получаешь, вот на второй картинке, вы видите там сверху цифра 3, это количество баллов. Ты получаешь определенное количество баллов за чтение великих речей Си Цзиньпина, за просмотр выступлений Си Цзиньпина, за чтение всякой литературы классиков социализма, за просто чтение новостей газеты «Жиньмин Жибао», главной партийной газеты в Китае. Вот. И уже даже, я сам видел, на сайтах знакомств китайских появляются объявления «Хочу там познакомиться с успешным молодым человеком», рейтинг в «Сюэси Цянгу», а не ниже там тысячи баллов. Вот. То есть это прям серьезно. Китайцы, конечно, многих обязали это делать. Если, условно говоря, у тебя босс на работе, какой-то упоротый коммунист со всем, который реально во все это верит, он может обязать своих сотрудников вот сидеть в этой программе. В свободное от работы время, потому что ему нужно, чтобы ты еще работал, а в свободное время изучал речь Си Цзиньпина. Соответственно, в интернете китайском, китайцы умные люди, у них уже появилась куча всяких программ, которые автоматически накручивают тебе баллы в этой программе. Самая популярная из них называется «Фак Сюэси Цянгу». Я думаю, в переводе не нуждается. Это интересная такая вот игра, типа государство пытается заставить нас полюбить коммунизм, а мы, значит, не хотим. Еще один момент, я уже заканчиваю, значит, распространение санкультуры так называемой и иероглиф Цяу. Я не уверен, что я его правильно читаю, но правильного чтения у него нет. Сейчас объясню, почему. В Китае в конце 18-го, начале 19-го года получилась распространение так называемая санкультура, с которой сами китайцы активно борются. Власти имеются в виду китайские. Это культура людей, которые пребывают в постоянной депрессии и полностью разочаровались в жизни. То есть это что-то типа эмо, но такое пассивное эмо. То есть для того, чтобы стать эмо, тебе нужно, по крайней мере, покрасить челку в розовый или в черный, или во что-нибудь там. Нет-нет-нет, не дауншиптинг. То есть ты продолжаешь ходить на работу, ты продолжаешь жить в городе, но при этом ты как бы полностью во всем разочарован. Вот у них такие фразы распространены. Я хотел бы строить социализм, но сила есть только на то, чтобы лежать на диване и играть в телефон. Си Цзин Пин, пожалуйста, сделай так, чтобы я проснулся пенсионером. В смысле, чтобы не надо было работать. То есть это люди... На самом деле это серьезная социальная проблема. Как я говорил, через смешные вещи я буду пытаться какие-то феномены объяснить. Это серьезная проблема. То есть китайское общество чудовищно соревновательное. То есть если в России конкурс на место в ВУЗе, в лучший ВУЗ будет 20 человек, условно говоря, то в Китае это числа даже в средненькие ВУЗы достигают тысяч человек на одно место. Соответственно, очень сильное давление, плюс очень сильное давление общества, у них культ успеха, они копируют американцев в этом плане. И все время вот это постоянное давление, оно приводит к тому, что многих людей, которые чувствуют, что они в этой гонке не спят, у них просто опускаются руки. И они вот эту вот санкультуру люди как бы над собой так иронизируют, что типа какой я неуспешный. И в связи с этим был изобретен совершенно гениальный иероглиф Чоу, его как бы народное голосование в китайском интернете выбрало иероглифом 2018 года. На самом деле, такого иероглифа не существует, и такого звука в китайском языке нет. Он состоит из трех иероглифов. Это иероглиф Чоу – бедный, иероглиф Чоу – страшный или вонючий, иероглиф Тху – это земля. В целом, его можно, если разложить все эти три иероглифа, то получится бедный и страшный, как грязь. Это люди как бы, это их самоназвание. И они, соответственно, из этого Чоу, Чоу и Тху, они сложили звук Чоу, которого, опять же, я повторяю, такого звука нет, но они выбрали вот этот иероглиф иероглиф 2018 года. Это в рамках культуры Сангу. Они говорят, что вот это вот мы, вот мы все Чоу. Это вот такая депрессивная мода среди молодежи, с которой китайские власти борются, потому что в социалистическом обществе все довольны жизнью, счастливы, строят социализм, и все у них классно. И последнее. Они умудрились сделать аниме про Карла Маркса. Они уже не знают, как научить население марксизму, потому что люди, которые родились в 90-х и 2000-х годах, для них Карл Маркс, это как, я не знаю, для них марксизм, это что-то из области средневековья. То есть они относятся к нему примерно как мы. Соответственно, они решили сделать аниме про Карла Маркса и сейчас пытаются его продать. Я буквально минутный покажу тизер с русскими субтитрами. Оно уже идет, уже вышло 7 или 8 серий. Стойко и иди за своими убеждениями. Не все видят, я читаю. Я люблю тебя всем сердцем. Это вот будущая супруга Карла Маркса. Между нашими душами есть связь. Дженни. Любовь лежит за гранью материального. Это баланс душ. Немецкие рабочие. Объединяйтесь. Наконец, воспряньте и сражайтесь. Лишь борьба дает права. Наши взгляды так похожи. Это Фридрих Энгельсон пишет. Кажется, пришло время нам встретиться снова. И вот их легендарная встреча. Невероятный союз. Оружие критики не может заменить критики оружием. Не понял, что ведь. Революционное бессмертие. Капитал. Честь двухсотлетия со дня рождения Карла Маркса. Вот, собственно, все. То есть, действительно, пытаются люди как-то завлечь молодежь. Получается, я посмотрел отзывы специально готовясь к вашему мероприятию. Они говорят, мы готовы, как бы, окей, это схавать. Ладно, мы поняли. Неплохо, хорошо. Но почему такое ужасное качество? То есть, вы попробуйте, если посмотреть, вы поймете, что это, как бы, ну, это уровень японского аниме 70-х годов. При том, что в Китае есть очень хорошие рисовальщики, манги, аниме, и все это есть. Но просто надо понимать, что вот это вот аниме, его, как ни странно, сделал провинциальный комитет печати информации провинции внутренняя Монголия вообще. После того, как это стало очень популярным, вот, тизер, к этому подключились центральные средства. Сначала это делали монголы, как бы, которые почему-то заинтересовались Карлом Марксом особо. И, в целом, вот эта вот продажа коммунизма для людей, которые родились в 92 тысяч, она продолжается. Для меня это загадка, и, как выяснилось, не для одного меня. Потому что, если изучать, как бы, коммунистическую идеологию, то получится, что Китай – это самое антикоммунистическое государство, и людям в Китае нужно срочно объединяться и свергать компартию, которая, как бы, переродилась в буржуазную структуру и абсолютно не выполняет свои коммунистические функции. Но, как бы, я так понимаю, что главное для руководства Китая в настоящий момент – это именно убедить людей политически приверженным идеалам коммунизма. То есть, другими словами, убедить людей, что одна партия, которая доминирует, это лучше, чем демократия. То есть, их не столько волнуют какие-то экономические вопросы, с экономическими они сами разберутся, но они, как бы, показывают, что вот Маркс говорил, что, значит, должна быть партия «Авангард», которая свергнет капиталистов и обеспечит контроль, диктатуру пролетариата, то есть, контроль пролетариата над государством, вот она должна сохраняться. То есть, это просто усилие по сохранению собственной власти. Все, действительно, еще тьма всего, но времени у меня на все нет, поэтому всем спасибо, я буду рад ответить на любые вопросы, если таковые имеются. У меня вопрос про соотношение вот этой пропорции государственной и частной экономики. А все-таки частная экономика, например, компания Tencent, которая владеет WeChat, она является частной компанией, но при этом она очень-очень глубоко интегрирована в государство, ей позволяют то, что не позволяют, и собирать персональные медицинские данные и так далее. Вот здесь в этом смысле нет ли… Где границы, короче, проходят? Вот это интересный вопрос. Тот же вопрос, который волнует Дональда Трампа. Это вообще один из наиболее актуальных вопросов, который сейчас стоит перед государствами всего мира. То есть, когда к тебе на территорию приходит китайская компания и что-то инвестирует. Это вот компания приходит, инвестирует, или это компартия приходит, инвестирует? На этот вопрос, если бы я знал ответ, я бы тут не стоял, а сидел бы в каком-нибудь очень высоком кабинете. Но из того, что я знаю, я могу сказать так. В Китае действительно существует закон, который обязует крупные компании, особенно IT-компании, особенно занимающиеся сбором бигдата, больших данных, тесно сотрудничать с государством ради национальной безопасности. Там вообще был в 2017 году принят закон о национальной безопасности, который говорит, что ради национальной безопасности китайское государство может сделать вообще все. Вот вообще все. То есть, если, условно говоря, кто-то из компартии придет в офис компании Huawei и скажет, что сделайте то, то и то, начните шпионить за американцами, то отказаться, конечно, варианта нет никакого. Huawei – это государственная компания. Нет, Huawei – частная компания. Huawei – стопроцентно частная компания, конечно. Она не публичная. Она не публичная, она управляется очень хитро. А Tencent как раз вообще публичная компания. Да, она публичная компания. То есть, я так понимаю, сейчас китайские бизнесмены крупные, типа вот того же Tencent, они стараются сделать свою компанию как можно более публичной, как раз защищаясь от попыток китайского государства. То есть, надо понять, что в Китае намного больше законов значит понятия, как и в одной другой стране. То есть, есть такое понятие, что как бы в любой компании, включая Huawei, Tencent, там тоже есть партийная ячейка. Скорее всего, руководитель является членом партии, там ряд его заместителей – не все. Рабочие являются членом партии. И они могут как бы по внутренним, может не существовать никакого закона, обязывающего их что-то делать в интересах государства. Но у них двойное подчинение. Они являются сотрудниками компании, но одновременно они являются членами партии. Если партия по партийной линии спустила им задачу, то они обязаны выполнить ее, используя абсолютно все ресурсы в своем распоряжении, включая свою позицию внутри компании. Это вот поэтому, когда был этот Рэн Джин Фэй, который основатель Huawei, он сейчас подвергается критике, все говорят именно то, что я сейчас говорю. И он гордо сказал, значит, пару месяцев назад, что если китайское государство потребует от меня выдать данные американских граждан, я откажу ему. И над этим смеются все четвертый месяц. Потому что если он попробует, это не то, что его посадят, его не найдут на следующий день. Никто вообще не будет знать, где он. И его семья не будет знать, где он. И поэтому, конечно, это большая проблема и одна из наиболее больших для всех западных компаний. Книга «Инноваторы», которая сейчас написана об IT-индустрии США, там на странице, не могу сейчас точно сказать, какой, есть такое понятие, как треугольник Венивера Буша. То есть это человек-инженер, который возглавлял Массачусетский технологический институт и, собственно, создал такую, так сказать, триаду. Государство, Пентагон, деньги оттуда, ученые университеты и независимые разработчики, которые, так сказать, образуются. Собственно, весь IT, вся IT-индустрия, интернет и все прочее было создано только благодаря этому. Поэтому критиковать Китай в этом отношении – это просто лицемерие. Это первое. Поэтому каким образом США делают для себя это и позволяют это делать, и не позволяют это делать кому-то другому – это отдельная дискуссия. Просто здесь абсолютная лицемерие. Вот и все. Это касается Apple, это касается всей гигантовой индустрии, включая Google. Вот, собственно, и все. Спасибо большое. Это действительно очень интересный момент. Сколько вот в этой торговой войне, которая начала с лицемерия, сколько действительно искреннего интереса помочь торговле. Я абсолютно с вами согласен, что в значительной степени это лицемерие, потому что когда американцам была выгодна свободная торговля, ничем не ограниченная, они ее поддерживали. Как только она стала им невыгодной, они сразу начали вырещать, что значит все используют несправедливую конкуренцию. Но все-таки я хотел бы отметить, что, например, был вот кейс год назад, когда ФБР требовал от Apple дать им коды доступа к айфону, чтобы они могли его взломать и прочитать переписку людей, подозреваемых в терроризме. Они ее не получили. То есть этот процесс был публичным. Я не знаю. Я согласен, что, наверное, смычка присутствует в значительной степени. Но я все-таки хотел сказать, что в Америке это, по крайней мере, не возведено в ранг системы. Тут все на отдельных договоренностях. Но я не могу сказать, что я глубоко погружался в эту тему. — Скажите, пожалуйста, я не всем понял из вашей лекции. А вот верхнее, высшее руководство Китая, каким образом она устроила вся система обратных связей, чтобы контролировать средний уровень чиновничества и низших? То есть у нас, допустим, в стране государства делают ставку на цифровизацию. Местное самоправление нет полномочий, представительная власть задавлена. Но вот госуслуги и ректорный документ оборотов позволяют контролировать вышестоящих и ниже стоящих своих подчиненных. А у Китая как? — Ну, я не уверен, если честно, что основа российского государственного аппарата... — Они делают ставки, я сказал, в последние годы. То есть неизвестно, сколько это будет сработать. — Ну, в Китае, как бы, госаппарат функционирует бюрократически так же, как и во многих других странах. То есть, но с одним небольшим отличием. Есть организационный отдел Центрального комитета Компартии, который ведает кадрами. Такой же отдел все время возглавлял товарищ Сталин, что позволило ему распихать своих людей на все нужные места. У него даже кличка была партийная какое-то время «Товарищ картотеков», потому что он вот руководил картотекой вот этих кадров. Вот. То есть в организационном департаменте ЦК Компартии решается по поводу больших должностей, кто куда будет назначен, после чего человек, назначенный на должность, имеет возможность сам комплектовать нижестоящий этаж лично преданных и верных ему людей. Потом эти люди комплектуют нижний этаж своими людьми и так до бесконечности. Там тоже есть цифровизация, но это, на мой взгляд, довольно мелкий элемент управления. Нельзя сказать, что это какая-то методология прям большая. Вот, пожалуйста. — Скажите, пожалуйста, несколько вопросов по экологии Китая. То есть там, в принципе, есть такие, ну, есть вообще информация. Я лично занимаюсь попыткой участия в экологической программе Китая, что там многие данные засекречены. Вот как-то можно вот в целом как-то описать ситуацию? — Ну, по-моему, экология как раз одна из наиболее открытых областей. Все знают, что в ней просто все очень плохо, просто чудовищно. И, по-моему, этого никто не отрицает. Это одна из-за немногих вещей, которые китайцы не отрицают. — Я как бы разговаривал с нашими дипломатами. Они говорили, что были сделаны исследования по почвам, по загрязнениям. Хотели их как бы на одном съезде где-то там опубликовать. А когда они увидели, что это, в общем-то, жуткая ситуация. И все данные засекречены. Есть ли какие-то, ну, как бы, скажем, некое такое публичное поле, в котором можно работать? — Ну, это вполне возможно, потому что, скорее всего, это наступило на ногу кому-то из конкретных чиновников в провинциях. Потому что им сделали там целевой показатель один уровень загрязнения, а у них, по факту, другой уровень загрязнения. Естественно, они не могут это обнародовать, потому что тогда их понизят. Вот. Но, в целом, в Китае с экологией все очень плохо. Это все признают. Борьба с этим ведется, скажем так, на нему совершенно неуспешно, но довольно медленно. Потому что все очень просто. Любые экологические меры, будь то фильтр на электростанциях или, я не знаю, там, какие-то очистные сооружения увеличивают стоимость продукции. Китай продолжает жить в менталитете страны, которая живет от экспорта, а экспорт должен быть дешевый. Поэтому все это решается плохо, медленно, не могут никаких стимулов выработать действенных для предпринимателей, чтобы они как-то улучшали свое производство. Предприниматели легче откупаются от проверяющих, как и у нас там коррупция тоже цветет пышным цветом. Скорее, они делают это. И поэтому сказать, что это как-то улучшается нельзя, это просто можно открыть карту загрязнения воздуха в Китае. Она существует, она независимо делается огромным количеством людей. И в большинстве городах Китая воздух просто, в котором жить нельзя человеку. Все равно, что сидеть в комнате, в которой выведена выхлопная труба КАМАЗа. Все, кто был в Китае, знают, что в некоторых городах там просто стоит смог. Я когда учился в Китае в восьмом-девятом году, я жил совершенно чудесным заводом, на котором большими английскими буквами было написано Shanghai Dangerous Chemicals. То есть, как бы, ну просто, ну то есть, да. Из него с утра до вечера валил густой зеленый дым. Прям это реально было такое что-то такое постапокалиптическое совершенно. И этот дым как бы утром валил, а к вечеру так опускался и накрывал все. И как раз выходили бегуны на пробежку. И вот эти вот люди, выбегающие из этого тумана, пробегающие десять метров, убегающие дальше в туман, это вот воспоминание мое главное тут. Одно из главных. Вот, а данные есть, но они обычно разрозненные. И я, честно говоря, этой темой тоже глубоко не занимался. Но я точно знаю, что есть. Да, пожалуйста. Вообще ничего не было сказано про науку. Все-таки хочется услышать какие-то оценки. Но вот в том числе, мне кажется, верно сказать, что она довольно закрытая, насколько я понимаю. Потому что вот что-то найти там... Ну, в моей области, например, если я что-то ищу, там ничего нельзя найти. А вы чем занимаетесь? Ну, вот мне интересует там нейробиология. Например, вот есть европейский проект, связанный с мозгом. У него там есть ютуб-канал, там много всего можно нарыть. Там открытая документация. А китайский проект вообще ничего нельзя найти. То есть ноль. И как бы вот вопрос, какие перспективы у китайской науки, если она такая изолированная вообще? Хороший вопрос. Я много о чем не сказал сегодня, потому что у меня просто нет времени. Это первая причина. А вторая, я ничего не понимаю в науке, ни в китайской, ни вот особенно в нейробиологии. Я не знаю ничего, кроме слова нейробиология. Вот. Я знаю, что это вроде про мозги. Значит, и по поводу китайской науки я больше общаюсь с людьми, там, политологами, социологами, историками и всеми прочими. Все очень плохо, потому что как бы вся наука... С одной стороны, плохо, с другой, хорошо. Почему хорошо? Потому что для того, чтобы познакомиться с передовыми достижениями китайской науки, совершенно не нужно учить китайский или лезть в китайский интернет. Потому что у самих китайских ученых KPI как раз на публикацию в западных научных журналах. То есть все, что стоит вообще читать, оно все опубликовано в журнале типа Lancet или Nature. Или вот таких вот. Я не знаю, какие в нейробиологии какие-то популярные журналы. YouTube каналов не будет точно, потому что в Китае заблокирован YouTube. Да. Да. И там есть сервис Тхудоу и Доу Юни и много других сервисов. Но вряд ли без знания китайского языка у вас получится на них найти. В целом из-за того, что, как вы знаете, в Китае очень жестко контролируется интернет, огромное количество ресурсов заблокировано, из-за этого очень плохо все работает. Закрыт доступ к большинству баз данных, потому что, условно говоря, если у тебя архив миллион публикаций, из них одна публикация посвящена, например, восстанию на площади Тяньаньмэнь 1989 года, то чувствительному для Компартии предмету архив блокируется весь. Весь миллион публикаций. Это действительно очень сильно большая проблема для китайских ученых. Они используют разные способы обхода блокировок, но пока это проблема. Поэтому 90% всех стоящих китайских научных исследований опубликованы на Западе. Это надо понимать. И пытаться найти какие-то жемчужины в Китае бесполезно. Если они 100% засекречены, а все открытое на Западе есть. Да, пожалуйста. У меня практически очень вопрос. Как вы опишите систему принятия решения в Китае? Интересует не уровень государства, а уровень компании или семья? Ничего себе простой практический вопрос. Про компании, да, давайте. Для этого, во-первых, надо работать в китайской компании или жить в китайской семье. Но если мы говорим про компанию малую и среднюю, то абсолютно ничем не отличающуюся от западного. Если мы говорим про компанию крупную, то тут могут быть вариации. Например, в Китае достаточно своеобразная система отношений, особенно в корпоратизированных компаниях, публичных. То есть, например, тот же Huawei, который мы уже обсуждали, там система управления такая. Там вот наблюдательный совет, который в остальных компаниях используется, например, для того, чтобы надзирать за наемным менеджментом. Он состоит из сотрудников этой же самой компании, находящихся ниже этих самых наемных менеджеров. То есть, условно говоря, из директоров департаментов этой компании. Что обессмысливает вообще наблюдательный совет, потому что, понятное дело, что человек, являющийся директором департамента, не будет своему начальнику говорить, что, типа, там, ты неправильно делаешь, ты не действуешь в интересах фирмы. Но в целом, исключая такие вещи, система, опять же, двух уровней. Также в государстве есть нормальные абсолютно бизнес-процессы, которые выстроены. Но чем крупнее компания, тем больше роль в ней играет ячейка компартии, потому что чем больше твоя компания, тем больше у нее социальная нагрузка, условно говоря. То есть, у государства есть свой план и пятилетний развитие чего-то. И у него могут быть отдельные задачи. И в компанию создается ячейка. На любом предприятии должна быть ячейка компартии, ячейка больше трех человек. После чего эта ячейка поступает под управление комитета по промышленности, партийного комитета уезда или провинции, то есть, территориального некого. То есть, территориальное и отраслевое. После чего, соответственно, идут какие-то указания уже по этой линии, по партийной. То есть, каким образом, например, если по коммерческой линии нам необходимо уволить тысячу человек, но из-за этого у главы парткома пострадают целевые показатели, то, сорян, ты не можешь уволить тысячу человек. Это приходит указание по партийной линии. Как мы помним, то, что я говорил, партийная линия всегда бьет государственно. Но это актуально для крупных компаний. Начиная с крупной компанией, крупнейшей компанией. Средние и мелкие практически не трогают в этом плане. Там, может быть, ячейка компартий, но это чисто для самоутверждения руководства и менеджеров. И она не играет большую роль. Что касается в семье, из того, что я знаю, в Китае матриархат, конечно. То есть, там женщина – это глава семьи, мужик отдает всю зарплату, и она ему выделяет карманные деньги, прямо вот так. Поэтому там четыре разных слова для нашего понятия «подкаблучник». И считается, что есть, скажем так, позитивный «подкаблучник», негативный «подкаблучник», и там еще разные градации. Вот как так. У меня еще несколько вопросов. Все-таки можно? Да, конечно. Значит, вот вы сказали, что китайцы любят, не любят, они откладывают на черный день, копят деньги, не тратят. А тут же через несколько минут сказали, что они обожают шоппинг. Как-то получается противоречие, все-таки хочется понять. Отличный вопрос. Шоппинг больше любят молодое поколение. На черный день откладывают все-таки мамы, бабушки. То есть, шоппинг – это развлечение людей до 30, которые уже получают зарплату. Но традиционно китайцы очень много откладывают. Понятно. Ну, будем считать… Ладно, вы бы говорили, что есть неофициальная власть. И назвали два клана – комсомольцы и шанхайцы. Вот мне очень понятно, они насколько связаны с криминалом. Мне казалось, что в Китае очень криминозивное общество. Ну, там знаменитые всякие криминальные воины были, там кланы. И наркотиками там во всю торгуют. И вот все, что касается криминала, насколько сильна власть криминальных структур. И вот эти вот кланы – комсомольцы и шанхайцы, они криминальные или как сказать? Кланы комсомольцы и шанхайцы совершенно точно не криминальные. То есть, ну, как известно, если ты украл 100 долларов, то ты бандит. Если ты украл 10 миллиардов долларов, то ты уважаемый политик, да? То есть, на этом уровне уже идет речь не о криминале, там, банальном воровстве, а о распределении государственных потоков в ту или иную сторону, как формируются кланы. То есть, словно говоря, вот когда пришел к власти Генсек Дзянзиминь, это был, соответственно, 89-й год, по-моему, или 88-й, я не помню. Он начал подтягивать на все должности тех людей, которые работали с ним в Шанхае. Таким образом, вот эти вот шанхайцы, они заняли ключевые позиции, начали подтягивать своих же коллег-односельчан из Шанхая, из близлежащих областей. И получилась такая мощная группировка, которая в дальнейшем отстаивает определенный набор интересов. У них своя идеология. То есть, комсомольцы, соответственно, комсомолу, это Ху Цзинь Тао, предыдущий генеральный секретарь, который перед назначением в постоянный комитет политбюро возглавлял китайский комсомол. Он не по территориальному признаку сформировал свой клан, а именно вот свои коллеги из комсомола. Комсомольцы, они такие популисты. Они за то, чтобы до последнего не увольнять рабочих, они за то, чтобы развивать социалку. В то время как шанхайцы, это люди из эпохи первичного накопления капитала, они как раз за низкие социальные гарантии, за то, чтобы легко было нанимать людей и увольнять людей. И, соответственно, если в провинции губернатор или партийный секретарь комсомолец, то он проводит более социальную политику. Если это шанхайец, то он проводит более государственную политику. Про криминал, честно говоря, я никогда этой темой не занимался, ничего не могу сказать. Но вот эти вот большие кланы, они не про криминал. Я не могу сказать, что Китай сейчас очень криминализированное общество, потому что все-таки Китай — это полицейское государство во всех смыслах. То есть там есть плюсы, есть минусы. Один из плюсов — то, что криминал довольно сильно подприжат. — Хорошо. Ну и тогда, можно сказать, подытожить. Все-таки Китай развивается или деградирует? Потому что я лично слышал разные точки зрения, абсолютно противоположные. Одни говорили, что Китай там семимильными темпами вперед, а другие, причем это человек, который недавно там жил и сейчас живет, он говорил, ну вот все, что вы сказали, там пустые города. Вы еще, кстати, не назвали проблемой. Там огромное количество сумасшедших, поскольку иноплатные, непонятно. Если у нас есть сумасшедшие дома, то там они, видимо, по улице ходят. Вот он мне сказал, человек, который там жил и работает. — Ну, возможно, он жил в каком-то месте концентрации. Я не заметил как бы большего количества сумасшедших. Мне кажется, именно по количеству сумасшедших больше даже Япония выделяется. Вот там реально жесть. Там прям реально в некоторых местах едешь в вагоне метро, просто страшно ехать. А в Китае я как бы по поводу сумасшедших ничего не знаю. По поводу развивается или деградирует, я бы сказал так. На мой взгляд, конечно, развивается, но не теми темпами, которые официально заявлены. Я разговаривал, меня очень интересовал вопрос, с какой же скоростью реально развивается Китай. Экономисты, которые корректировали ВВП как показатель, они говорили, что реальные темпы роста развития Китая в 2018 году — это где-то 3-3,5%, а не 6-6,5%, которые официально заявлены. Но в целом я бы не сказал, что он деградирует, конечно, развивается. Спасибо за лекцию. У меня такой вопрос. Как популярна сейчас в Китае традиционная медицина? Просто сейчас очень часто можно встретить какие-то новости, как китайцы используют такие очень, так скажем, не традиционные способы лечения, самолечения, которые потом заканчиваются операциями с выниманием из некоторых частей тела, некоторых объектов. Абсолютно. Для кого это популярно? Абсолютно. Ой, я очень люблю эту тему, потому что китайцы, конечно, в этом плане, меня это с одной стороны веселит, с другой удивляет, с третьей пугает. Вот из последних случаев, абсолютно вы правильно сказали, китаянку еле вернули с того света, она решила, что пить как бы сельдереевый смузи, зачем вот эти медиаторы в виде желудка, надо его сразу фигачить в кровь. Она закачала сельдереевый смузи в шприц, значит, вкачала себя в кровь, у нее началось заражение кровью, ее с огромным трудом вернули с того света, она не две недели в коме пролежала. То есть знания в целом о медицине остаются на вариабельном уровне. Китайская традиционная медицина существует, она, как известно, 90% ничем не доказана, люди активно ею лечатся. Есть вещи, которые работают. Я сам, когда жил в Китае, я ходил к врачу, и он всегда спрашивал, что мне нужно, Си Фан Яо или Джун Фан Яо, то есть китайская медицина или западная медицина. И аптека всегда разделена на две части. Вот здесь западная, вот здесь китайская. Значит, но я к китайской относился больше как к шутке всегда, потому что там три четверти типа всех препаратов, они для повышения потенции. Я серьезно абсолютно говорю, в Китае повышают потенцию все. И, ну, учитывая сколько их, как бы, я считаю, работает. Вот. Но в целом, в целом она остается очень популярна, причем не только по финансовым причинам. Более того, иногда китайская традиционная медицина, она более дорога, потому что огромная часть вещей, используемых в ней, добывается неким нелегальным путем. Это бивни носорогов, это пенисы тигров, это рога оленей. Все это перевозится контрабандой в шинах из-под грузовиков из России. То есть с этим творится какая-то дичь, и аппетит не убывает. То есть как раньше они очень это любили, так и сейчас статистики у меня нет там конкретно, но по ощущениям вообще как бы популярна, как и была, и ничего не изменится. И они, честно, там, например, есть гонконгская компания, я забыл ее название, она выпускает такие в стеклянной бутылочке такие коричневые шарики, и они честно говорят, что это типа сахар прессованный, с какими-то травками, которые не способны никому ничем помочь. То есть это, конечно, не гомеопатия, но это типа фитотерапия какая-то бессмысленная. Они честно об этом говорят, и тем не менее в Гонконге это считается одной из самых популярных средств для лечения, и народ верит, что это помогает от всего, начиная от рака и заканчивая сломанной ногой. То есть это такая вот часть культуры, часть традиции. Да, наше мероприятие подошло к концу. Спасибо всем огромное за участие, за интересные вопросы. Давайте еще раз поблагодарю Михаила.